Так как же правильно? Брюки или штаны? В зависимости, на какой стороне Атлантического океана вы находитесь. Может, лучше спросить у китайцев? Они первые изобрели их в 13 веке до нашей эры. Не имеет значения, как вы их называете. В сегодняшнем видео мы посмотрим на 15 видов брюк. Первыми у нас идут ужасные брюки карго или рабочие штаны. Я говорю это с любовью, потому что сам носил такие штаны годами. Сделаны из хлопка, немного висячего дизайна. Думаю, у мужчины должны быть такие штаны, но будьте аккуратны с выбором, куда вы их надеваете. Далее у нас идут штаны-шнурок. Это потому, что у них есть шнурок. Это позволяет вам затягивать пояс, так что если у вас талия 60 сантиметров или 80, вы скорее всего сможете надеть одни и те же штаны. Сделаны из льна, хлопка или синтетики. Они обычные из-за своего дизайна. Далее шорты, которые даже обсуждать не будем. Далее у нас идут пижамные штаны. Очень похожи на штаны со шнурком, отличаются только материалом. Они будут использовать более яркие цвета и рисунки. Можем встретить фланель, ворсистой ткани и шерсть для поддержания тепла. Далее у нас идут спортивные штаны. Спортивные штаны – одни из самых древних. У нас есть спортивный костюм и беговые штаны. Они могут быть со шнурками или на резинке. Также у них может быть карман. Штаны для спортивного костюма. Для этих штанов чаще всего используется синтетическая ткань. Они очень плотные. Они могут быть как свободного покроя, так и более зауженного. Отделяющей чертой будут цветные полоски по швам. Беговые штаны – современные спортивные штаны. На поясе у них будет резинка или шнурок. На них будут карманы с замком, чтобы ничего не выпало. А если мы спустимся вниз по ноге, то увидим, что беговые штаны приталены к стопе. Это придает обтекаемый вид. Далее у нас идут загородные штаны. Это гибрид между спортивными штанами и слаксами. Если взглянуть на обыкновенные загородные штаны, они будут выглядеть как слаксы. Вы даже можете подумать, что их можно надеть со спортивным пиджаком и рубашкой. Но затем вы их щупаете и понимаете, что они сделаны из стретча. Возможно, они даже будут влагоотталкивающими. Вы также можете заметить, что на заднем кармане есть молния. Вы замечаете маленькие детали, которые бы вы не увидели на слаксах. Это мне и нравится в современных штанах. Хорошо, сейчас давайте затронем самые спорные дебаты и попробуем определить разницу между чинос и хаки. Самый простой способ определить разницу между этими двумя – это не цвет. Разницу мы можем определить по шву. На хаки мы можем видеть шов. Чинос более элегантные. На них шов менее заметен. Когда я смотрю на чинос, то я понимаю, что у них будет больший выбор цветов. Они выглядят более нарядно. Хаки будут более свободными. И они будут более casual. Далее у нас идут любимые всеми джинсы. И мы любим их за их взаимозаменяемость. Они могут выглядеть нарядно или наоборот обычно. И они относительно не очень дорогие. Сделаны из хлопка, их можно встретить в любой части мира. Эта пара у меня в руках цвета темного индиго. Считаю, что у каждого мужчины должны быть такие джинсы. А светлые джинсы более casual, особенно рваные. Далее у нас идут обычные брюки и костюмные брюки. Я бы хотел подчеркнуть разницу, потому что эти брюки могут быть и костюмными. Надо только знать, есть ли у них пиджак из такой же ткани, который идет вместе с ними. Если да, то это костюм. Так что обычные брюки, это такие, которые вы можете купить отдельно без пиджака. Или у них в комплекте нет пиджака. При этом их можно носить со спортивным пиджаком или вязаным пиджаком, даже просто с рубашкой. Далее идут вельветовые штаны. Они имеют отличительную черту. Это полосы. Полосы отражают способность плетения хлопка. И это может быть либо семь полос на два с половиной сантиметра, или одиннадцать полос на два с половиной сантиметра. У меня в руках вельвет с одиннадцатью полосами. Это делает их чуточку более нарядными. Разница совсем незначительная. Также они могут быть более нарядными, чем джинсы. Далее идут молскин и кавалерские штаны. Давайте разберем молскин. Молскин – это ткань определенного типа, сделанная специально таким образом, чтобы они были очень прочными. При этом на ощупь оставались мягкими и ворсистыми. Кавалерские штаны. Эти вот сделаны специально, чтобы носить с блейзером. Многие избегают этого, потому что они создают чувство синтетики. Но их спокойно можно надеть на вечеринку, особенно с синим пиджаком. Следующие у нас идут серые фланелевые. Вероятно, самые недооцененные штаны. Серая фланель идеально подходит под любой тип спортивных пиджаков. У них ворсистая поверхность и сделаны из комбольной шерсти. Считая, что такие брюки должны быть у каждого мужчины в гардеробе. Хорошо, господа, мы разобрали все виды брюк. Осталось только подобрать отличную рубашку. Для этого посмотрите этот чек-лист, который я подготовил для вас. В нем я рассказываю, на что надо обратить внимание, выбирая себе рубашку.